Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Субтитры подогнал «Симон» Если тебя нет в интернете, то тебя нет вообще. Эту фразу высказал когда-то американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Так это или нет, но во всяком случае интернет, если не все изменил в нашей жизни, то очень многое. Во всяком случае литературу. Даже появился такой термин «сетература». Вот об этом мы и поговорим сегодня. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород, а разговаривать мы будем с Натальей Сусловой. Это кандидат филологических наук, доцент кафедры русской мировой литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скарлины. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Да, сразу существует такая шутка, не шутка, что сейчас писателям стать достаточно легко. Купил компьютер, написал что-то, выложил в интернет и все, ты уже писатель. Как вы к этому относитесь? Ну, первый шаг, наверное, в сторону писательства, наверное, уже действительно в таком случае сделан. Потому что второй шаг, ну, наверное, это будет регистрация в соцсетях. Регистрация в соцсетях – это создание собственного текста, визуального или вербального. Ну, а дальше… Любой текст уже может быть, может, приравнен к литературе, как таково, да? Он, ну, литература – это текст, мир – это текст, и дальше уже как пойдет, как, собственно говоря, и в литературе традиционного типа. Ну, традиционная литература – это что? Это писатели, которые в школе учили толстые талмуды, мы все там, Пушкин, Гоголь, все наше все. Да. А сетевая литература – это что? Ну, в соцсетях там вообще непонятно, что относится к литературе. Относится к литературе вообще что-то или нет? То есть с позиции вас как литературоведа. По поводу сетевой литературы еще, ну, относительно недавно, еще лет пять, наверное, восемь, бытовала очень забавная точка зрения. Вся литература, которая находится в сети, автоматически становится литературой сетевой. И даже абсурдности этой позиции ее сторонники не замечали изначально. Если оцифровать, вот как вы говорите, тех, кто когда-то считался нашим всем – Пушкина, Толстого, ну, получается, что они автоматически приобретают статус сетевых авторов. Сетевой автор – Лев Толстой, да? Если бы он жил сегодня, он бы был сетевым автором, он бы никуда от этого, наверное, не делся. Ну, вероятно, в строгом смысле сетевой литературой следует считать литературу, которая, будучи изъятой из сети и перенесенной на некий материальный носитель, либо теряет смысл, либо обесценивается. А, то есть вот такое определение, то есть она существует только в интернете. В формате сети, да. Да. Но здесь еще есть нюанс. Разделяют так называемую компьютерную и сетевую литературу. Сетевая литература предполагает наличие компьютера с выходом в сеть, ну, а компьютерная литература – только наличие компьютера, либо какого-то другого гаджета, с помощью которой текст ее может быть воспроизведен. Ну, тут дальше уже, наверное, от формата. А вот в чем специфика именно сетевой литературы? Ну, хорошо, будем говорить о сетевой литературе, да? Да. Потому что компьютеры, ну, чем отличаются конкретно от обычной? Ну, книга, понятно, вот она, купил книгу в магазине, взял в библиотеке, ты ее читаешь. Такой же текст вроде бы в сети, или нет? Такой же текст в сети, ну, сначала я буквально в двух словах скажу, что сближает сетевую литературу и литературу традиционного типа. В любом случае, литература предполагает диалог между автором и читателем. Но диалог относительно сетературы – это диалог онлайн. Это диалог… Вживую, прямо здесь же можно обсуждать. Который, да, вживую обсуждать. И более того, это диалог, который позволяет реагировать на реплики читателей, ну, буквально в режиме онлайн. Это в какой-то степени, ну, та идеальная среда для многих писателей, которые постоянно говорят, вот, мы хотим знать, что думают читатели, мы прогнозируем их горизонт ожидания, и можем ли или не можем мы его спрогнозировать. Ну, а сетевой автор, ежели он того желает, он в постоянном общении со своим читателем. С другой стороны, это общение, насколько оно объективно, это общение. То есть я великий писатель, предположим, опубликовал стихи или рассказы, или роман, объем, и тут начинается, с одной стороны, кто-то хвалит, кто-то ругает, кто-то… То есть насколько объективно это общение? В мире есть что-то объективное? Хорошо, хорошо. Ну, литературные критики аналогично? Ну, это еще одна тема, которая сегодня очень обсуждается. Ну, потому что… Да. Литературная критика, ну, по большому счету, скорее мертва, чем жива сегодня, ну, поскольку она ни на что не влияет. Ну, как это? Узнать имя автора, даже того сетевого автора, нравится, не нравится, ну, то есть это все перекапывает? Автора вы обращаетесь в специализированные издания, где публикуют свои работы критики, или забиваете в поисковую стропу почитать? О! Самый популярный автор. Понятно. Автор с самым высоким рейтингом, который пишет в жанре. То есть здесь о литературной критике в сети не стоит даже говорить? Ну, почему же? Ну, потому что если вот отзывы читателей, да, если их собрать вместе, где-то попадаются просто отзывы, где-то нормальный литературный разбор, ну, причем тоже непонятно, объективно, не объективно это. Ну, здесь степень объективности равна такая же, как и степень объективности критика. Даже, может быть, степень объективности читателя, который пытается давать какой-то разбор, окажется более высокой, потому что он не ангажирован, потому что он не зависит от редакционной политики того издания, которое он представляет, ну, в отличие от критика. Здесь свободное волеизъявление. Ну, и ситература позиционирует себя, ну, как раз-таки заявляя о том, что она избавлена от того шлейфа негатива, который тянется за литературой традиционной. Здесь нет иерархии, здесь нет необходимости, ну, каким-то образом заинтересовывать окололитературную среду, прежде всего, критиков в продвижении этого текста. Здесь ты либо, ну, пришелся ко двору, либо тебя полюбили, либо тебя не полюбили. Это абсолютно объективная вещь. То есть, получается, текст, который размещается в, ну, литературный текст, который размещается в сети, он как бы самодостаточен? Ну, как сказать? Ну, вообще-то, вот эти вот порталы монстра, типа стихи РУ, Проза РУ, нельзя назвать в чистом виде сетературными. Туда размещается готовый текст. Это просто другой формат существования, в принципе, это традиционного текста. Единственный момент, который, наверное, от традиционного текста отличает вот такого рода публикации, это возможность комментирования. Ну, комментарии там вот как раз-таки чаще всего из какого разряда? Автор пиши из чо, да? Ну, да. Или очень понравилось, очень красиво, хотим больше. Ну, это, наверное, те, кто создавал эти порталы, там другие цели преследовали. Ну, да, для того, чтобы люди могли, ну, получить какой-то, да, вот, получить какую-то возможность самовыражения. Сетература, она изначально рассчитана на диалогичность. Она меняется в процессе этого диалога. Сетературный текст редко появляется в готовом виде. Ну, вот, например, если говорить о сетературном тексте, который размещается в режиме блога, да, или на ЖЖ, или на Фейсбуке, то это... Ну, в социальных сетях специализированных есть, да? Да, это текст фрагментарного порядка. Выкладывается некий фрагмент, который затем комментируется, и эти комментарии, вольно или невольно, влияют на то, как этот текст будет продолжен, как будет развиваться вот этот текст. Если у автора есть намерение затем собрать вот этот фрагментарный текст в некую целостность, ну, очень часто автор вносит поправки и коррективы... Уже исходя из... Исходя из комментариев. Вот этот знаменитый пример, когда один из очень успешных писателей, не сетевых, в принципе-то, по большому счету, писателей России, Дмитрий Глуховский, выкладывал частями метро. Успешное метро, которое сделало ему, ну, собственно говоря, имя. Метро 2088, по-моему, или как, нет? Просто метро. 33. 2033, вторая часть 2034. Так вот, ему в комментариях очень охотно давали советы диггеры. Ему давали охотно в комментариях консультации по поводу оружия, хуже, вот, количества, там, допустим, патронопрошки автомата. И он вот эти коррективы, ну, вносил в окончательный текст и очень был благодарен своим комментаторам. То есть, фактически, вот если, да, становится писателем, я покупаю компьютер, набираю текст, выкладываю в интернет, если это в социальную сеть или там куда-то, да, и начинается общение, и дальше уже мое дело продолжать, не продолжать, куда, в какую сторону, то есть точно так же сюжеты можно поправлять, стилистику поправлять, да? Безусловно, безусловно. Но здесь еще один вопрос возникает. Начнется ли общение? Вот, вот, вот. А здесь уже и непонятно, цепляет кого-то или не цепляет, с этой точки зрения только. И с этой точки зрения. Литература как таковая, да? То есть специально там, как книги, предположим, Леонида Ильича, нашего любимого, да, целина, все в школе должны было читать поголовно. В сети такое не работает? Ну, есть, безусловно, приемы, которые будут способствовать привлечению большого количества подписчиков, читателей, комментаторов. Ну, сколько мы таких рекомендаций видим, как раскрутить свой блог, это можно отнести и к сетевому автору. Но успешные сетевые авторы, с которыми я общаюсь, не использовали этих приемов. То есть именно классический интерес, интерес читателей к самому тексту. Я бы сказала, если речь идет о вот таком ситературном формате, о котором мы говорим сейчас, потому что это не единственный формат, интерес скорее не к тексту, он вторичным становится. Ну, а потом часто выдвигается на первый план. Процессу создания личности автора. Ну, с другой стороны, личность автора тут немножко меняется уже. Конечно. Если я, ну, взять того же Глуховского, да, если я не знаю количество патронов в рожке автомата, то я-то и написал. Сдали книгу, а потом меня поймали и говорят, а вот этого что не знаешь там, или ветка метро не туда пошла, как бы, да. То здесь, если автор пишет вместе с читателями... Автор пишет сам. Ну, сам, сам. Читатели... Естественно, сам, да. ...общаются с ним. Угу. Ну и как в любом диалоге... Роль автора как такового исчезает? Нет? Меняется? Ну, автор всегда начинает писать в расчете на то, что ему ответят. Что у него появится талантливый читатель, вот это знаменитое выражение Михаила Бахтина, который станет его соавтором. Такие гордые декаденты, которые говорят, что они пишут исключительно для себя, вероятно, лукавят. Возможно, и перед собой тоже. Ну, да. С другой стороны, тексты... Ну, вы сказали, что только один формат. Мы поговорили. Да. Какие еще бывают? Какие еще возможны? Одним из самых развитых жанров сетевой литературы является жанр фан-фикшн. Дословный перевод – выдумка поклонников. Существует ряд текстов, которые имеют статус культовых. Романы, сериалы, блокбастеры и так далее и тому подобное. Вокруг культового текста всегда круг его почитателей. Горячие почитатели, страстные поклонники настолько проникаются реальностью своего любимого текста, что вот это вот стремление переместиться в эту реальность, ну, начинает просто зашкаливать. Любая реальность, художественная реальность, она имеет лакуны, которые можно заполнять. И вот они их заполняют своими продолжениями, комментариями, вариантами переводов, если это иноязычный текст. Ну, наверное, фандомом, ну, а фандомом называют платформу, на которой фикрайтеры, значит, сочинители. Мы начинаем уходить в какие-то термины, да, сочинители. Нет, это, значит, принципиально. И поскольку поклонники культового текста его автора считают богоравной фигурой, они авторами, себя не назовут, только фикрайтерами. Вот, понятно. Авторами, которые пишут фанфикшн или в сокращении фики, значит, заполняя, обживая вот это излюбленное пространство. И это создается вокруг, как вы сказали, какого-то культового произведения. Культового текста, да. Но культовый текст, опять-таки, вот мы только говорили, что литературной критики нет. Как создается? Откуда появляется культовый текст? Почему он культовый? Почему этот текст культовый, а этот нет? Ну, статус культового, ну, как бы, наверное, определить просто. Количество читателей, количество... Да, посмотреть рейтинг, там, топ-десятка, и сколько там держится какое-то произведение в рейтингах продаж крупнейших магазинов мира. Ну, и, в принципе, текст, который привлекает огромное количество людей, он... То есть неспроста. Неспроста. Хочешь, не хочешь, ты заинтересуешься. Даже если литературные критики с хорошими именами не указывали на этот текст, но почему-то люди все читают. А почему? Да? Так получается? Получается так. Кстати, вот, ну, когда критики с хорошими именами не указывают, но все люди читают, наверное, сейчас, ну, я не знаю, у каждого второго, если не у каждого первого, возник в сознании один и тот же пример такой ситуации. Пятьдесят оттенков. Я не читал, не знаю. Честно говоря. Ну, я в силу профессионального, ну, неинтереса, статуса, я читала, это ужасно. Но данный текст, ну, вот он же вырос из фанфикшен, который обретался на фандоме сумеречной саги. Как пример живой того, как, что такое сетература и как она начинает воплощаться уже, ну, из интернета, вышла в нормальное издание. Да. Ну, что, кстати, такими правоверными фикрайтерами вот этот процесс выхода сетевого текста за пределы сети крайне не приветствуется. Такая была изменитая история в русскоязычном сегменте сети одним из самых популярных фандомов является фандом «Сталкер», связанный с известной компьютерной игрой. «Сталкера» ждали так долго, что, ну, начали сами прописывать геймеры сценарии, как они себе представляют, какие могут быть там миссии. Ну, а здесь так получилось, что поклонники еще на тот момент не существовавшей игры оказались в таком силовом поле, который образовывался ко всему прочему пикником на обочине в силу самого термина, да, «Сталкер», а с другой стороны «Сталкером Тарковского». И вот в это пространство, ну, подтянулись не только геймеры, или подтянулись геймеры, ну, с душами поэтов. И там начал формироваться очень хороший текст, из которого затем возникла книжная серия, на основании чего раскол в фандоме произошел, как можно покинуть сетевое пространство. Какие страсти кипят вообще? Ну, да. Какие страсти кипят, вроде бы, а это, ну, что, тексты какие-то, а там, оказывается, такие страсти кипят внутри. Особенно в фикрайтерской среде. Это единомышленники, они одной крови. Если ты не являешься поклонником, ну, вот, текста, ставшего сердцевиной фандома, ядром фандома, во-первых, не надо туда идти, а во-вторых, там тоже надо, наверное, как-то освоиться. Ну, вообще-то, ну, даже поклонники первоисточника, впервые заходя в рамки фандома, зачастую ужасаются. Ужасаются. Они говорят, это не тот стиль, это не та манера. Персонажи ведут себя как-то странно. Ну, некоторые уходят, хлопнув за собой дверью, а некоторые остаются и находят там то, чего, наверное, значительная часть людей ищет в сети единомышленников, возможности приятно проводить время в кругу приятных тебе людей в приятном интерьере. Так и хочется спросить, вы в каком сообществе состоите? На какой платформе и по поводу чего вы высказываете свои мнения в сети? Ну, во-первых, я читатель, я не писатель. Оттенки серого мы отметаем отсюда, да? Ну, хотя на сумеречном сайте я также зарегистрирована, ну, я у меня, да я везде в сети. И что касается фандомов, ну, наверное, я, вернее, не то, что не родился, я еще не встретилась с тем фикрайтером, для которого я готова стать гаммой, то есть редактором, который будет приводить его тексты в порядок перед тем, как он их будет выкладывать в сеть. А на вопросы я отвечаю. Отвечаю всегда и с удовольствием. Хорошо. То есть это одна из форм, еще одна из форм, да, сетевой литературы. А можно определить какие-то, ну, темы, сюжеты, направления, или это такая фэнтези, фантастика, в общем, ну, вот как чаще всего? Потому что реальность, история, там, не знаю, я знаю одно сообщество, где так называемые попаданцы, да, когда... Да, совершенно верно. Стоит объяснить фантастическая литература, где человек попадает из одного времени в другое, и там уже начинаются нюансы, вот да, как, сколько патронов в рожке и так далее. А если это касается, например, там, я не знаю, 19 века, то какие паровые двигатели, то есть вот это же все тоже надо знать. Да, нюансы эти, да. Так, по поводу тем сюжетов, вот это все фэнтези? Ну, что касается фанфикшен, да, в большей степени это фэнтези, но фэнтези такого более мягкого варианта, ну, вообще, фандомом всех времен и народов считается... Толкинг. Властелин колец Толкинг, безусловно. Поспорить с ним по популярности может, пожалуй, только сайт, связанный с творчеством поклонников Патерианы Гарри Поттера. Ну, здесь даже белорусский сегмент сети, где фанфикшен не развит, в принципе, присоединился ко всему остальному миру. Правда, в таком, ну, я бы сказала, аристократическом варианте. Единственный фанфикшен-ресурс, связанный, как я уже говорила, с Гарри Поттером, и являет собой варианты перевода Патерианы на белорусский язык. И причем некоторые из вариантов перевода, ну, впечатляют. Могут соперничать с оригинальным текстом? Они ближе, я бы сказала, оригинальному тексту, нежели канонические переводы, начиная со второй книги. Ну, а об этом же говорят очень многие переводчики. С другой стороны, что Толкинг, что Гарри Поттер... Да, история про Гарри Поттера, это же литература, вначале изданная в реале, можно сказать, в реале, а потом уже перенесенная в сеть, там создала свои сообщества поклонников, да? А обратно, вы сказали, то есть переход из бумажной в сети живую. Возможно, он осуществляется, но выйдя за пределы сети, сетература перестает быть таковой. Она замирает, она перестает быть живой, изменяющейся. Ну, люди старой закалки, назовем так, отдают предпочтение все-таки печатным изданиям. Или это дело времени? Я убеждена, что это дело времени. Ну, уже слава богу, вот эти дискуссии по поводу того, что устают глаза читать с гаджета, они уже постепенно уходят в прошлое, потому что глаза ведь, ну, на самом деле устают больше, когда читаешь с бумаги. Да, глаза вообще устают, когда читаешь. Лучше смотри телевизор. Вот опять-таки. Нашу, как минимум, программу. Вот. Извините. Вот опять-таки преимущество сетевого формата, который может в себя активно включать любые возможные на данный момент технологии. Ну, и с другой стороны, вот еще так вспомнила, что вполне текст может ведь комментироваться как видео, если мы уже заговорили, как аудио. Это отдельное произведение, возможно, создать такое произведение в сети, где будут разные жанры, разные формы, и уже не только там литературный стиль, а уже насколько это редакторски вписывается, я правильно понимаю? Безусловно. Есть такие произведения? Есть такие произведения. Как раз-таки та самая компьютерная литература на сегодняшний день является своего рода испытательной площадкой для такого рода технологий, для разные варианты, которые открывают совершенно фантастические возможности перед традиционным текстом. Ну, а таким вот очевидным пионером в этой области, в области создания, в принципе, традиционного текста, но размещенного в сети и благодаря этому включающего в себя более широкие возможности, ну, стал небезызвестный Борис Акунин, который в своей серии жанры выпустил роман, который называется «Квест». Он существует на бумаге, но если кто-то не читал этот роман и планирует его почитать, боже мой, я умоляю этих людей, чтобы они обратились к электронному варианту этого романа. То есть он изначально задумывался как электронный и... То есть они вышли параллельно, буквально параллельно, вот на Рождество вот как-то. И бумажная книга, ну, наверное, для сторонников традиции. А чем? Вот именно там есть видео, там есть аудио, там есть карты, там есть игры. Там есть аудио, там есть карты, там есть игры, каждая, значит, вот часть этого приключенческого романа, это определенный уровень, который завершается проблемой выбора, да, как вот в «Квесте». Читатель его осуществляет. То есть направо пойдешь, будет тебе одно счастье, налево пойдешь другое будет счастье. Другое будет счастье. Не, в «Квесте» не бывает, что одно счастье и другое счастье. Поэтому это вот на душу, бальзам на душу любителей традиционной литературы, для которых автор бог. Ну, а Кунин в «Квесте» автор, который бог, выбрать нужно только один предмет, но он милостивый бог. Там жизней бесконечное количество. Если ты делаешь неправильный выбор, тебе дают рекомендацию, но геймова не появляется на экране. Вот, опять-таки, если отношение такое игровое к тексту получается, игровое отношение, с документальной литературой такого не может быть? Именно документальной? Ну, а, собственно говоря, современная документальная литература, она скорее не документальна в строгом смысле слова. Это скорее нон-фикшн. Литература вроде как без вымысла. Но, наверное, сегодня, я не знаю, мне эти люди кажутся либо идеалистами, либо немного такими... Либо теми, кто привык читать именно изданное целину и малую землю. Потому что, когда я слышу о комиссиях по борьбе с деформациями истории, это вызывает у меня не исключительно улыбку. Это некая претензия на обладание истины. Тут на эту тему вспоминается фильм «Сволочи», где кто-то Кунин, по-моему, да, Кунин написал. То есть насколько шум был по поводу того, как история трактуется. Было, не было, но с другой стороны, да. Да. Ортодоксы и поклонники реальных фактов истории восприняли это очень в штыки. Такого не может быть. Ну, опять-таки, вот ортодоксы и поклонники реальных фактов. Реальных ли? Фактов ли? Ну... Все под сомнение. Безусловно. История не существует. Есть разные точки зрения на нее. Хорошо. И некий набор фактов, которые могут быть подсвечены с любой точки, из любого ракурса. Это зависит от того, кто подсвечивает и как это делать. Безусловно. И поэтому говорить о документальной литературе... Сегодня документальная литература – это литература сети прежде всего. Великолепный текст документальной литературы... Нет, я не буду говорить документальной, но он фикшн текст. Он сегодня выкладывается прежде всего в ФБ, в Фейсбуке. Это текст, от которого на самом деле невозможно оторваться. Выделился целый ряд авторов с тысячами читателей, которые на протяжении дня неоднократно заходят на страницу, на профиль для того, чтобы от этого человека услышать то, что он говорит. И если говорить о сетературе нон-фикшн типа, наверное, на сегодняшний день, то ФБ – это просто фантастика в этом плане. Я не видела ничего подобного ранее. Хорошо. Наталья, прервемся немножко, прервемся, сделаем небольшую паузу. Уважаемые телезрители, мы разговариваем сегодня с Натальей Сусловой, обсуждаем сетевую литературу, сетературу. Олег Ананьев, музыкальное сопровождение. После небольшой паузы мы вернемся в эфир. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Продолжаем мы наш разговор с Натальей Сусловой. Это кандидат в филологических наук, доцент кафедры русской и мировой литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Музыкальное сопровождение Олег Ананьев, разговариваем мы о сетевой литературе. Сетература. Ну, не знаю, те, кто так или иначе сталкивались, все, у кого есть интернет, а кто, наверное, не понимает вообще, о чем мы говорим. Тут какие-то фикшены, что это такое. Да. Так вот, мы в первой части сказали, что все-таки культовые какие-то произведения существуют. Литературные конкурсы. Может быть, конкурсы создают такие культовые произведения? Или нет? Ну, потому что, опять-таки, как определить, вот хорошее произведение или нет? Мало того, что на страницу к тебе приходят, ну, соперничество какое-то. Конкурсы? Ну, да. Существуют конкурсы, одними из самых популярных. Как вы к ним относитесь? Да, в принципе, как к данности. Но очень такой авторитетной и одно время очень популярной в пространстве сети была так называемая премия Алексея Рыкова. Достаточно серьезная сумма вручалась лучшему блогеру. Но, не знаю, по-моему, для тех, кто на это подсел, победа в конкурсе не принципиальна. Ну, мы тут общались с литераторами, которые очень активно к этому относятся. Гомельские литераторы участвуют. Там премия Прибалтики, вот, Осенчик, да, по-моему, Алена, да? Да. Здесь, не знаю, это как относиться вообще к литературному конкурсу? Потому что, ну, сравнить Достоевского с Толстым, например, Ну, да, это как-то... Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, уже, если мы выходим на... Литература же тоже выходит на другой уровень. Если там, как прописан сюжет, как прописаны детали, это можно определить, сталкивать? То есть я уже, опять-таки, ближе к... Ну, можно, конечно, но не всегда нужно. Ну, вот, например, мы говорили о литературе фан-фикшн, да? Здесь художественные особенности, по большому счету, не играют определяющей роли. И когда к произведениям фан-фикшн пытаются подойти многие профессиональные литературоведы, критики для того, чтобы описать этот феномен... С позиции хорошего текста, да? Да. То есть... У них не получается. Мне говорят, что это не так. Здесь погрешности стиля. Здесь отступление от стилевой манеры автора претекста, вот этого культового текста. Здесь просто неграмотность. Здесь ошибки. Ну, с точки зрения фан-фикшн, это не является недостатком. Вот у этого, с точки зрения всех традиционных требований художественности, слабого текста, может быть, зашкаливающее количество лайков, в отличие от такого гладенького, чистенького текста. Для фикрайтеров главное выплеснуть свои эмоции и переживания, поделиться ими, воспринять другие эмоции и переживания. Ну, фан-фикшн, ну, вот среда, скорее, эмоционального обмена, нежели демонстрации, там, литературных способностей, тем более профессионализма. Более того, фикрайтеры и представители других жанров сетевой литературы, те же блогеры, да, ну, они бы вслед за пушкинскими героями могли бы произнести, ведь мы играем не из денег, чтобы только вечность проводить. В хороших определениях термина фан-фикшн, как правило, присутствует описание еще одной черты. Это не коммерческая литература. Фикрайтинг не предполагает извлечения прибыли. В первой части программы сказали, что вот, как определить, насколько популярно, непопулярно по продажам в библиотеках. Ну, это мы говорили о традиционной литературе. То есть, к коммерческому изданию, коммерческие сайты, то есть, этого не... Ну, сетевая литература, она изначально, как мы опять-таки говорили, отделяет себя не столько от литературы традиционной, сколько, как говорил один из адептов сетевой литературы, Алекс Рома, Александр Ромаданов, ну, а от пороков традиционной литературы. Хорошо. Белорусский сегмент интернета, как вы сказали, немножко так, к сетевой литературе отстаем или нет? Белорусские авторы, ну, к сожалению, предпочитают работать в Рунете. Сетевые авторы. Примеры есть? Значит... Ну, из тех, предположим, наши, я не знаю, гомельские или белорусские, если есть, такие вот, которые создали бы такие именно площадки именно за счет своих произведений. Ну... Порекомендуйте-ка, литературовед. Я с большим удовольствием порекомендую, значит, ресурсы, которые связаны с именем гомельского автора, ну, на мой взгляд, крупнейшего представителя постмодернистской прозы в Беларуси, Сергея Балахонова. Его совершенно очаровательный сайт тезей белорусского постмодернизма, ну, который, насколько я понимаю, он уже обжил и практически покинул, переселившись на платформу ЖЖ, где он ведет, ну, литературный по большинству своему блог на Круки Свое. Ну, это очень хороший образец сетевого формата. Ну, я не знаю, почему-то белорусские авторы, которые, ну, позиционируют себя и в сети, но с сетевыми в чистом смысле не являются, они почему-то предпочитают формат ЖЖ. Но ЖЖ на сегодняшний день – это такая эстетская резервация. ЖЖ сегодня для того, чтобы быть востребованным, популярным, услышанным. Более ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер? Наверное, прежде всего Фейсбук. Ну, боже мой, ВКонтакте. Ну, понятно, там есть вот эти все там страницы современной поэзии, которые, прозы, которые вроде как бы востребованы. Но сейчас там происходит, на мой взгляд, мало чего интересного по известным причинам. Когда социальная сеть сращивается с госресурсом, адекватные люди покидают эту социальную сеть. И по этой причине... Да, даже ни о какой чистоте речи быть не может, потому что начинает преобладать, если не коммерческий, то идеологический акцент. Безусловно, безусловно. Ну и поэтому в этом плане на сегодняшний день, наверное, идеальная связка – это синхронизированные аккаунты в Фейсбуке и Твиттере. «Читать глаза болят». Формат микроблога – это тот формат, который устраивает. А иногда устраивает настолько, что рука сама тянется. Кликнуть на ссылку, перейти в ФБ и посмотреть развернутый вариант. Да, что же там дальше происходит? Что же там происходит дальше? Посмотреть картинки, опять-таки, те же. Вы, как преподаватель, используете сетевую литературу в учебном процессе, скажем так? Я имею в виду не как источники, ссылки интернетовские, а именно, не знаю, анализ, критический анализ. У меня даже спецкурс был, посвященный сетевой литературе. Ну и в рамках курса, который я читаю современной литературы, безусловно, я говорю о сетевой литературе. То есть можно определять уже влияние литературы на современность? Можно определять уже какие-то наиболее живых классиков? Ну, живых классиков в формате сетевой литературы, ну, наверное, быть не может. Есть любые блогеры. Бывает интересно или не интересно. Они слишком живые для того, чтобы быть классиками. Потому что классичность – это выработка некой парадигмы, которая должна отличаться устойчивостью. Ну, когда появляется вот этот вот жесткий каркас, ну, это уже не о сетевой литературе. Как яркое явление постмодерна как такового, сетевая литература. Безусловно, безусловно. А классики – это мы еще воспринимаем таких устойчивых. Опять-таки то, что я уже несколько раз приводил. Вот ты будешь классиком, и это надо читать обязательно. А здесь, куда развивается это все? Куда мы дальше будем двигаться с этой сетевой литературой? То есть, ну, в игры какие-то уходим от… Дело в том, что… Симбиоз получается. Симбиоз получается. Ну, я имею в виду видео, аудио, игры. Да, да, да. Мы живем в таком мире, и мы уже не можем без этого сейчас. Ну, а завтра мы будем удивляться, как вчера это не было… Что это было за вчера, где вот этого симбиоза не было. Ну, а по поводу уходим в игры. Ну, вообще-то сетевая литература, но она ведь не диктует. Игровую зону читатель волен пропустить, если у него нету сегодня желания поиграть и поразвлечься. Сетевая литература позиционирует себя очень корректно по отношению к читателю. Взять хотя бы так называемые дисклаймеры. То есть дисклаймеры, сейчас я поясню. Этот термин имеет отношение к литературе фанфикшн, прежде всего. И содержит в себе краткую закодированную информацию по поводу того, что за вот этой шапкой находится. Анонс. Анонс. Это скорее не анонс, ну а так называемый варнинг, предупреждение. Есть какие-то моменты, они могут появляться как в сетевой, так и не в сетевой литературе, которые неприемлемы для определенной группы читателей. Ну, например, ну самый, наверное, простейший такой пример, очевидный пример, активное использование ненормативной лексики. В дисклаймере указывается факт использования такой лексики в тексте. Для кого-то либо неприемлемо, либо просто неприятно читать, ну, допустим, о гомосексуальных отношениях. А это очень серьезный пласт литературы фанфикшн, даже специальный термин для этого есть, слэш так называемый. Читатели предупреждают о том, что этот текст содержит в себе элементы слэша и какого. Какой-то читатель не признает литературу, в которой достаточно натуралистично изображаются сцены, связанные с разного рода проявлениями насилия. В дисклаймере тоже все это указано. Дисклаймеры со временем стали разрастаться, они там, ну, строчки по четыре, по пять бывают. Ну, и называется, если ты вступил в диалог, ну, мы тебя предупреждали, это твой осознанный выбор. Знать, что тебя ожидает. Да, знать, что тебя ожидает, и делать выбор или не делать его. Ну, это такой вот немножко пародийный такой пример, но он, по-моему, очень ярко демонстрирует позицию ситературы по отношению к читателю. Ну, никакого ущемления личной свободы. То есть, хочешь смотри, но мы тебя предупреждаем, да, что это... Безусловно, да. С чем ты там можешь столкнуться. Вот, кстати, по этим предупреждениям ненормативная лекция, так называемый албанский язык, нет? Ну, это уже... Или это уже игры? Это уже далекое прошлое. Ну, вот в сетевом формате можно же поставить любой возраст. Ну, безошибочный способ, как вычислить возрастного собеседника. Албанский язык. Я просто на ходу, на ходу просто вспоминаю. То есть, если есть ненормативная лексика, свой стиль письма или не существует такого? Свой стиль письма? Для блога... Да, да, да. Ой, как же не существует. Каждый человек – это стиль. Блоги очень разнообразны. Они очень не похожи друг на друга. Ну, сейчас вот, на мой взгляд, лучшая блог-литература обретается в украинском сегменте Фейсбука. И у меня там есть три абсолютно обожаемых мною блогера. Ну, исключительно талантливые люди с огромным количеством подписчиков, читателей. Какие они разные. Как представители разных планет. Ну, это ваш личный выбор. Точно так же может быть... Безусловно. У меня может быть другие. Конечно. И так далее. Литература... Никто не пишет уже в стол, получается. Ну, да. Если блоги, да? Все тут же выплескивается. Все тут же выплескивается. Есть определенный разряд авторов, которые, наверное, чувствуют бронзовую тяжесть в мышцах уже при жизни. И у них есть божество, которому они поклоняются. Это авторское право. Не знаю. Авторское право. Ну, те сайты литературные, которые там публикуются, там обязательно, что, собственно, если опубликовал, то уже зафиксировал. Примерно так же, как издательство. Ну, я сторонница сетевой философии. Информация не принадлежит никому, потому что она принадлежит всем. Любой мой текст, упаси Боже, не художественный, но размещается в сети. Ну, я рада, что если им кто-либо воспользуется в целях, которые меня абсолютно не интересуют. Я не признаю категорию авторского права. Да, мы тут недавно разговаривали с одним музыкантом, который собирает записи старого радио, выкладывает в... Так, авторское право существует, и причем так, по-моему, там сто лет и судятся из-за него. А вы говорите, что это безумие. Это не сетевая философия. Сетевая философия откладывает отпечаток на деятельность издательств и журналов толстых. Вот насколько взаимодействуют сейчас такие, вот эта степень взаимодействия? Ну, наверное, не столь активно большинство толстых журналов взаимодействует сетью, как хотелось бы. Ну, наверное, самый показательный пример взаимодействия толстых журналов сетью – это организация такого качественного и популярного в определенных кругах ресурса, как журнальный зал, где представлены электронные варианты вот этих знаменитых толстых журналов России. «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и прочее, прочее, прочее. Ну, там не все, опять-таки, очевидно, можно авторами. Вот о чем речь? Не все, не все материалы. Вот это противоречит сетевой философии. Когда ты открываешь журнал «Новый мир», и совершенно очевидно, что те публикации, которые интересуют читателя в первую очередь, неактивны. Их нельзя прочесть в электронном варианте. Боже мой, это игры позапрошлые два дня. По разным причинам, и чаще всего это коммерческая все-таки причина, по которым нет. Вы полагаете, что, значит, расстроены и разочарованы, да, он пойдет покупать журнал? Нет, он не выйдет из своего компьютерного стола и не встанет со своего дивана в 99% случаев. Ну, очевидно, у издателей другое представление о прекрасном. Вероятно, да. Да. Нет, это у них просто надежда умирает последней. А-а-а. Надежда. Издательский бизнес в таком случае с сетевой литературой взаимодействия какие могут быть? Ну, вот издательский бизнес привлекает ряд нестойких идеологически-сетевых авторов, ну, вот, для того, чтобы они выходили из сумрака тени, ну, и легализовались как авторы традиционного типа. Вот с пятьюдесятью оттенками яркий пример авторы серии «Сталкер» бумажной серии. Ну, вот это вот авторы, вышедшие из сети. Хотели бы, наверное, многие авторы серии «Сталкер» в сети вернуться? Да. А уже не принимают? Ну, это изменники. Изменники. Идеи. Какие буйные страсти вроде бы. Ну, не хочется сказать, что на пустом месте, но, во всяком случае, это какая-то такая идеология, идеологическая борьба идет внутри в этом. Хорошо. Ну, специи. Специи? Ну, да. Если в преподавательской деятельности своей вы, там, в спецкурс, да, понятно, в современной, не знаю, кстати, учебники, школьные учебники по современной литературе, там присутствует кто-то или нет? Вы не... Ну, я далека от методики преподавания литературы в школе, но программу себе представляю. Ну, литературный процесс в этом изложении, по-моему, замирает, там, на лету, где-то годах на 80-х, 90-х. Ну, а понятие «ситература», увы, речи не идет. Относительно недавно, ну, сколько, 10 лет, 15, хотя с существованием интернета, точно так же, вначале выкладывали всю литературу, какая есть, а потом уже это сформировалось в отдельное направление, что ли, самодостаточное. Ну, что ж, спасибо большое за разговор, не знаю, кто-то понял, что такое сетевая литература или нет, я думаю, мы объяснили. Уважаемые телезрители, на этом будем прощаться, мы разговаривали сегодня о сетевой литературе. Разговаривали с Натальей Сусловой, это кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и мировой литературы, извините, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны и Олег Ананьев, музыкальное сопровождение. Меня зовут Сергей Красноворот, увидимся на канале Беларусь4. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА